Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за создание вакцин против ковида. Премия присуждена биохимиком Венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсман. Их поощрили за открытие в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные МРНК-вакцины от коронавируса. Эта технология в том числе легла в основу вакцин от Бионтех Пфайзер и Модерны. В чем заключается ценность их разработки, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Ключков. Профессора Карико Вайсман, начиная с конца 90-х, плотно занимались темой разработки МРНК, и в том числе для целей их последующего использования в составе вакцин. Когда они начинали эти разработки, уверенности в том, что это закончится выводом на массовый рынок, таких вакцин, конечно, вряд ли у кого-то возникали. Этот проект был в целом весьма рискован, и было очень много препятствий. В действительности, сам фундамент изобретения был подсмотрен у природы, есть модифицированная информационная РНК, которая в общем включает в своем составе модифицированные, синтезированные заново псевдо-нуклеозиды. Это строительный элемент, кирпичики для РНК и ДНК. Заменив определенные естественные нуклеозиды на псевдо-варианты, которые, тем не менее, сохраняют свою функцию, но при их включении в состав вот этих информационных РНК меняется пространственная структура РНК, и перестает вот эти механизмы, естественные, природные, защитные срабатывать, и, соответственно, удается этой информационной РНК проникать в нужные клетки, и в дальнейшем транслировать собственный генетический код в белок, в данном случае в белок коронавируса. Пандемия ковида очень сильно подстегнула вот этот итоговый финальный результат разработки. Мы знаем, что вакцины Пайк-Вакс и Кавернати, это вакцины Модерна и, соответственно, Файзер и Бионтех, они основаны на технологии, которые разработали Ковико Вайсман. И, кстати говоря, Ковико работала в ковидный год старшим вице-президентом компании Бионтех. Это был Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Нобелевский комитет признал их работу неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную пандемию, которая началась в начале 2020 года, и когда велика угроза других эпидемий. Вместе с тем, многие ученые не согласны с их решением. Продолжит профессор, директор Центра инноваций и предпринимательства Сколтеха Дмитрий Кулиш. С одной стороны, присуждение Нобелевской премии меня, как профессора инноваций, очень радует. Потому что то, что эти люди сделали, это классический инновационный подвиг. Они взяли большой набор существующих знаний про устройство молекул РНК и сделали одну небольшую, но очень важную модификацию. Нобелевскую премию они заслужили. Но, если посмотреть более широко на ландшафт фундаментальной медицины, есть огромное количество гораздо более фундаментальных научных работ и открытий, которые не удостоились Нобелевской премии. Есть абсолютно фундаментальные открытия в области трансплантологии, на которых сейчас живет половина мира. Они ждут Нобелевской премии лет 10 и им не дают. Есть фундаментальные открытия в области вакцин, в основном цельноверионных и относящихся как к вирусам, так и к онкологическим состояниям. Дали почему-то этим двум профессорам за открытие, которое многим фундаментальным ученым кажется не фундаментальным, а инкрементальным, то есть нереволюционным. И тут, к сожалению, на сцену выходит политика. Дали Нобелевскую премию, чтобы снова обратить внимание человечества на непрекращающуюся руководящую роль США в мировом здравоохранении. Именно компания Pfizer, воспользовавшись открытиями профессора Корико и Вайсмана, создала вакцину против ковида, которая спасла человечество. И по сути, как мы догадываемся, эта Нобелевская премия дается компании Pfizer. Тут у нас, конечно же, возникают вопросы, а почему бы не дать такую же Нобелевскую премию вакцине «Спутник» институту Гамалеи. Дмитрий Кулейш, директор Центра инноваций и предпринимательства «Сколтеха». В прошлом году премию по физиологии и медицине вручили шведскому генетику Сванте Паабу за исследование геномов вымерших гоминид, человекообразных обезьян и эволюции человека.